Использовать возможности нашего мозга для того, чтобы эти амбиции изменьше превращались в фактические результаты. Итак, какие ключевые слова? Когда мы с вами делаем факт-карту, обычно падает фломастер. Когда мы с вами делаем факт-карту, мы должны в центре нашего листа зафиксировать ключевые, так скажем, слова. Зачастую не всегда удается четко сформулировать задачу, которую мы обращаем к факт-карте. Поэтому достаточно ключевых слов. В нашем случае ключевыми словами будут амбиции, цели, инструменты мозга, инструменты мышления и мозг. И мне кажется, что надо с этими, со всеми словами разобраться. И самое главное, самое важное слово нашего сегодняшнего с вами занятия – это, конечно, слово амбиции. Значит, вообще, я посмотрел в словаре специально, слово амбиции носит крайне негативные коннотации. Он звучит как, как это, чисто, чисто, чисто. Ну, в общем, короче говоря, что-то выпендриваются, короче говоря, люди, и у них, значит, амбиции. Ну, на самом деле, амбиции – это хорошо, это правильно, потому что это, по большому счету, инструмент, который позволяет нам цели, которые мы с вами преследуем, превращать в что-то более ясное, понятное, более осязаемое. Потому что амбиции – это то, что вы можете и должны для себя сформулировать. Проблема состоит в том, что мы не осознаем, что надо формулировать то, что представляется нашей конкретной амбицией. Мы думаем про такие достаточно абстрактные цели. Когда мы думаем про абстрактные цели, эти цели подменяются у нас понятием желания. И дальше мы спрашиваем, что мы хотим. Ну, вот хотим, я не знаю, чтобы был пассивный доход, чтобы путешествовать, чтобы позволить себе то, что нам нравится, чтобы хорошо проводить время и так далее. И дальше, теперь представьте, что мы идем от этих наших желаний к целям. Но в лучшем случае здесь, может быть, для удовлетворения такого рода желаний нужны что? Так, интересно, рублерируется цель. Нужны деньги. Значит, наша цель – деньги. И какова наша амбиция? И дальше говорят – миллион. Или сколько-то там. Так вот говорят. Вот это все глупость, которая, к сожалению, транслируется бесконечным количеством самых разных вот этих вот всяких курсов, вот этих обучающих каких-то практик там и так далее. Вот. На самом деле, наши желания, они вполне у всех вообще одинаковые. Если кто-то думает, что наши желания, они разные у людей, он просто не понимает биологию человеческого поведения. Потому что в основе наших желаний – это наши биологические потребности. Чего мы хотим с точки зрения наших биологических потребностей? Мы хотим быть защищенными, чтобы наш инстинкт самосохранения, так сказать, нас берег. И поэтому, конечно, деньги нам нужны для нашей безопасности. Если у вас денег нет, вы вряд ли будете чувствовать себя безопасными. Второе – это наша потребность в таком социальном статусе, на социальном месте, в котором мы находимся. Никто не хочет быть последним ни в каком ряду, за исключением какого-нибудь ряда, где последнее самое хорошее. Но тогда это просто все по-другому, конец на первой точке. Все мы хотим какое-то положение в социальной иерархии. И понятно, что все мы хотим производить впечатления, мы хотим быть желанными, мы хотим, чтобы нас любили. Так что, если мы говорим про желания, они у всех абсолютно фундаментально одинаковые. Их можно как-то для себя вообразить, потому что что такое поездка куда-нибудь? Поездка – это, во-первых, у вас есть деньги на это. Во-вторых, вы можете себе это позволить. И не случайно люди после этого все время выкладывают это во всякие инстаграммы и так далее, для того, чтобы продемонстрировать, что они люди состоятельные. И еще желательно как-то это сделать так, чтобы выглядели максимально привлекательными. Что говорит о желанности и так далее. В общем, вроде бы говорили о поездке. Или зачем вот это, чтобы деньги были, как этот пассивный доход. Это ничего не делать, но при этом быть в безопасности, уважаемым человеком. И, значит, еще чтобы у тебя дальше что делать, если делать нечего? Флиртовать. Поэтому, соответственно, понимаете, с желаниями, с ними все просто. Они предсказуемы. И поэтому, когда мы говорим про цели, то эти цели – это просто некий такой способ, который позволит нам соответствующее наше желание реализовать. Ну, то есть, условно говоря, цель – похудеть на 10 килограмм. Зачем? Чтобы стать более привлекательными. Цель – получить диплом в институте. Зачем? Чтобы получить некий социальный статус. Цель – заработать, опять же, получить какие-то конкретные деньги – это тоже, в общем, безопасность. То есть, условно говоря, эти цели, связанные с желаниями, это абсолютно такая вещь понятная, предсказуемая, мы не оригинальны. Что же в таком случае вот амбиция? И почему я считаю нужным и правильным говорить действительно об амбициях? Потому что, ну, вот это скучно. Мы вот с вами поговорили, и что? Всем понятно, все это хотят. И проблема состоит в том, что мы же это хотим на узком рынке. То есть, если бы у нас было бесконечное количество у девушек-поклонников, был бы один мужчина, у него все бы девушки были остальные. Или наоборот, была бы одна девушка, все были бы мужчины. Она была бы восхитительной, он был бы прекрасен, понимаете, как там в фильме знаменитом «Обыкновенное чудо». Я прекрасен, вы прекрасны, я чертовски привлекательный. Что там, даром, время терять? Вот, значит, да, поэтому, что такое амбиции, чем она отличается от целей? Почему важно говорить именно об амбициях? Потому что вот эта вещь абсолютно такая универсальная, понятная, но непонятно, куда бечь. Ну, то есть, понятно, что если вы хотите выучиться в институте, вы будете выучиваться в институте. Если вы хотите похудеть на 10 килограмм, вы будете худеть на 10 килограмм. Ну, это... А вы что, от этого станете привлекательными? Ну, вы так думаете, что если вы на 10 килограмм похудеете, вы станете привлекательными? А вы что, станете уважаемыми, если диплом получите?